На доверчивых пожилых людях наживаются мошенники в Уссурийске. Это ничем не приметный браслет из дешевой ткани, только стоит пизделушка без малого 5000 рублей. Пенсионерка Роза Владимировна сейчас разводит руками и до сих пор не понимает, как она согласилась на такую покупку. Потому что надеешься, а вдруг бабуль так и учат. Радушная доверчивая бабушка не предполагала, что нарвется на такой обман. В дом пришли представительные молодые люди. Как сейчас вспоминает пенсионерка, одеты с иголочки. Долго рассказывали о чудо-браслете, который должен непременно иметь каждый пожилой человек. Я думала, как вот есть... Если я упала, то номер этого браслета сообщает в скорую помощь. Что плохо пациенту. На самом деле никакой навигации в таком браслете нет. Сомнительная инструкция по применению, непонятные реквизиты организации, название фирмы «Москва-Череза» и красивая упаковка. На все эти странности старушка, конечно же, не мратила внимания. Вот, чтобы наши бабули не попались на удочку, как я. Это глупо. Ни к чему не приводит. Мошенничество с пожилыми людьми – одни из самых распространенных преступлений этой сферы. Старики очень доверчивые, любят поговорить и легко идут на контакт. Львиная доля таких преступлений выпадает именно на пенсионеров. Очень часто в отдел МВД России по городу Уссурийску обращаются люди пожилого возраста с заявлениями о том, что они стали жертвами мошеннических действий. Так, накануне жительница города Уссурийска сообщила о том, что ей позвонил ее внук и попросил о помощи, так как его остановили сотрудники полиции, ему необходима денежная сумма в размере 15 тысяч рублей. Как в таких ситуациях бывает, внук мирно спал в это время. С каждым годом мошенники придумывают новые схемы и комбинации. Сотрудники полиции просят не терять бдительности. В этом году зарегистрировано уже 11 таких преступлений. За весь 2016-й злоумышленники обманули почти 400 человек. И это только официальная статистика. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.